Эдгар Спальтерович, Вам слово. Давайте я сейчас создам удобство нашей пресси. Здравствуйте, я присоединяюсь к словам благодарности. Спасибо большое, что Вы в таком количестве проявляете интерес к цирковому искусству. Спасибо большое Сергею Григорьевичу за тёплые слова в наш адрес, за такую оцетку нашего творчества. Хочется отметить, что это творчество и эти работы у нас взаимные. Через несколько дней, точнее 18-го числа на площадке Большого Московского цирка стартует новое шоу Королевства, главными участниками которого будут артисты компании Росгосцирк, как раз тот самый уже упомянутый коллектив «Принц цирка» во главе с Владиславом Гончаровым, дрессировщиком Львов. Уже находятся на территории Большого Московского цирка, и сейчас они делают всё для того, чтобы премьера состоялась. Поэтому мы продолжаем сотрудничать, мы делаем всё для того, чтобы зрители Москвы, Санкт-Петербурга видели только самые лучшие, самые дорогие, самые высококачественные программы, и надеюсь, что это сотрудничество у нас будет продолжаться ещё многие-многие годы, потому что мы принимаем ответственность перед публикой, мы принимаем ответственность перед теми площадками, которые дают нам возможность работать. Это Санкт-Петербургский государственный цирк, это и Большой Московский цирк. Сейчас мы обсуждаем проведение международных цирковых фестивалей, которые были бы, ну, фактически соединены, делать так, чтобы Московский фестиваль в темп прошёл, Санкт-Петербургский государственный, Санкт-Петербургский фестиваль без границ, который в прошлом году великолепно себя зарекомендовал. Вот, поэтому много всего ещё, много событий будет впереди, я надеюсь, что мы с вами время от времени будем встречаться, потому что нам есть о чём поговорить, есть о чём похвастаться, и, конечно, хочется, чтобы вы сегодня отдохнули прежде всего. Мы вас приглашаем к нам на премьер, чтобы вы побыли, посмотрели, дали свою профессиональную оценку, оценку понравится, не понравится, пишите, пишите, как есть, любая, и критика в том числе, она всегда идёт на благо, но надеюсь, что её много не будет. Можно я передам тогда слово моему брату Оскорду, который, наверное, расскажет немножко о спектакле, о спектакле, потому что это сейчас метает в воздухе. Здравствуйте. Можно микрофон? Да, я присоедусь, потому что... Блуждающий микрофон. Не буду повторять слова благодарности, это и так понятно, спасибо вам большое за то, что вы здесь и за ваше внимание в цитру. Мы действительно привезли одно из лучших цирковых шоу, наверное, насколько оно, в принципе, лучше только зритель наш может оценивать изнутри, это не очень хорошо оценивает самих себя, но, тем не менее, мы знаем свои сильные стороны, о которых я с удовольствием вам расскажу. Это один из самых многочисленных коллективов, коллектив с огромным количеством групповых номеров, это в современном цирке серьёзное достоинство. Кроме всего остального, это целостный спектакль, спектакль с сюжетной линией в жанре приключенческий экшен. Самый ближайший аналог, наверное, того, что вы увидите на сцене, это серия фильмов «Индиана Джонс», ориентируя на этот жанр, непосредственно не на эту вселенную, безусловно, не на этот конкретный продукт, а просто на стиль на этот жанр. То есть мы старались сделать живое кино. Ко всему остальному представлены главные герои, их на самом деле больше. Вы видите сейчас главных положительных героев, у нас есть ещё отрицательных, мы отрицательных держим немножко в секрете для интриги, чтобы вам было интересно с ними познакомиться на манеже. Но, тем не менее, ко всему обилие жанров, безусловно, в рамках соблюдения высокого качества, наверное, высочайшего качества, который мы всегда поддерживаем в цирке «Братьев Запашных», в Большом Московском цирке, мы, безусловно, всегда стараемся, чтобы критерии разнообразия не обязательно были соблюдены. Поэтому у нас есть и воздушные гимнасты, и жанглёры, и, естественно, большое количество номеров с животными. Мы привезли сюда обезьяну, попугаев, лошадей, естественно, хищников. Как без этого, когда приезжают «Братья Запашные». Но самым главным достоинством, конечно, является целостность самого спектакля. То есть мы, в отличие от тех бессмертных программ, не делаем упор на отдельно взятые трюки, потому что в каждом из номеров они обязательно присутствуют. Но, тем не менее, специалисты такого класса, которых вы видите сейчас перед собой, они являются флагманами нашего коллектива. Это молодые, перспективные представители циркового искусства, я уверен, фамилии которых в будущем будут получать статус «звёздных». Потому что Илья Калинин, словом, работает в четырёх жанрах, если я не ошибаюсь, вы можете ему напрямую задать вопрос, он расскажет про себя. Но он работает в воздушной гимнастике, он работает в жанрах канадоходцев, работает в колесе смерти, работает с хищниками. Это человек, который является первым стажирующимся дрессировщиком хищников у «Братьев Запашных». То есть это первый симпатический выпускник, который буквально с этим спектаклем стал работать полноценно с хищными животными. Поэтому, я думаю, вам будет любопытно узнать о его чувствах, которые он испытывал, когда впервые заходил в клетку. И о том, как стать дрессировщиком, потому что это часто вопрос нам задаётся. Татьяна Берикова, по которой, сказали, также не случайно выбрана нами из мной как режиссёра в качестве главной героини, потому что это высококлассная специалистка, это воздушная гимнастка, это девочка, которая выиграла, как вам сказали, уже один из флагманских фестивалей. И, по всему, она, скажем, чай, которая очень много лет работает в цирке, действительно, в самых-самых лучших программах. Елена Бороненко, вы её наверняка хорошо знаете, потому что это прима Большого Московского цирка и Цирка «Братьев Запашных», которая работает во всех возможных и невозможных жанрах, также, то есть это универсальная артистка. И ко всему ещё вот за время своей карьеры успела стать главным администратором Большого Московского цирка, с чем-то успешно справляется. Вот вкратце, но, наверное, вам будет также любопытно узнать о том, что в этой программе присутствует большое количество техники. У нас будет показан поезд, самолёт, машины, мотоциклы, то есть огромное количество самой разной техники, которая также украшает наш спектакль, это и наше достоинство, наша проблема. Почему? Потому что, когда мы приехали сюда, мы это прогнозировали, самой большой трудностью было всё это здесь разместить. Мы очень боялись потерять качество, потому что от чего-то, возможно, надо было отказаться, но мы ни от чего не отказались. То есть мы привезли в полной мере спектакль для того, чтобы порадовать жителей Санкт-Петербурга высококачественным спектаклем. Дальше я, наверное, оставлю вам возможность задавать вопросы, потому что я могу разговаривать долго и рассказывать много, но, наверное, будет интересно узнать то, что интересно вам. Спасибо большое. Спасибо.